Это ваша ёлка? Снимайте. Это ваша ёлка? Ложите на место и давайте провоцировать людей. Нет, это ваша ёлка. Вы меня слышите? Это ваша ёлка? Что? Пытайте, у нас сотрудник полиции защищает незаконные ёлки. Это не ёлки. Класс. Здоровье не изучляется. Класс. Давайте скандал провоцировать. А почему? Пускай он защищает сам самостоятельно. Что за что? Защищает сам самостоятельно. Прямом. Если это его имущество, пускай выходит из машины защищать. Вы ты здесь при чём? Значит, я здесь при чём? Вы ты здесь при чём? К это имуществу никакого отношения вы не имеете, правильно? Ну так же, как и вы абсолютно. А я и не трогаю. Так ваш представитель трогает. Какой мой представитель? Я не знаю, кто он. С чего взяли, что он мой представитель? Я знаю. С на этом представитель всегда у всех берёт денег. С чего взяли, что это мой представитель? Женщина. С чего-то и дело. Кто-то ему заплатил. А у вас есть доказательства этому? Здрасте. Здрасте. Здрасте, сотрудник полиции. Будьте добры, пожалуйста, включите маячки. Вы же всё-таки на тротуаре стоите, правильно? Не нарушайте закон, пожалуйста. Закон не нарушайте, пожалуйста. Уважительный гражданам, пожалуйста. Что вы не отвлекаете, уважаемые? Пишите. Ну-ка, закон соблюдайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте. С новыми настрадах Александрович. Ну вот, неграмотный сотрудник полиции, который сидит в машине 5061, пошёл опрашивать сейчас Рауса. Посадил его к себе в машину. Он ему не задерживает. Он его опрашивает. Но как нет, он стоял, торговал при нас в прямом эфире, продал ёлку. А что вы говорите, что значит нету? А ваши сотрудники на машине 5062, когда я им звонил, до этого, чётко взяли и уехали. Я вам об этом говорил, что не забирают никого. Он не дал ему такое указание. Я сказал ответственность с ним связаться, решить этот вопрос. Но так торговля-то продолжается совершенно спокойно. А Рауса не забирают. Надо самодель, скажу, что 15 отдел направил туда своего ответственного, который в случае подчинения участковой находится. Замечательно, потому что, ещё раз повторюсь, вы реально позоритесь в прямом эфире, и вам доносят информацию явно не то, что здесь происходит. Потому что картинку видят все. Направлю туда. Хорошо, ждём. Ну, до свидания и рано, друзья мои, мы ещё позвоним обязательно. Повторюсь ещё раз, но посмотрите, какой бардак происходит. Я не знаю, сколько нужно заплатить за то, чтобы обосрать свой мундир, друзья мои. Я уже не знаю, какие слова-то подобрать. Вот эти вот лица, вот их опрашивают, понимаете? Их опрашивают, на них не составляют протокол. Он при нас ёлку продавал. Тысяча рублей, говорит, любая ёлка. И вот этот рауф, лучше увидим. И этот человек нам открыто говорит, что он является, что учредителем этой незаконной торговли. Подскажите, пожалуйста, вы же жилом районе? А ёлки не продаёте, да? Нет, они не продаются. Уже нет? Нет. Вот там есть, через дорогу есть. Это незаконная торговля у нас, и это всё мусор. И, естественно, жителям нужно дать возможность донести всё это до помойки. До помойки донесёт тот человек, который... Нет, а я хочу, чтобы вы прославились. Вот ваша позорная сегодня работа. Мы вас не снимаем. Мы вас не снимаем. Мы вас фиксируем только. А при чём здесь главка? При чём здесь сразу Степченко и вы, и ваша работа? При чём здесь? Вы находитесь в общественном месте, а не дома у себя. Нет, лично не надо снимать. Я вас не снимаю, ещё раз повторяю. Вы на диры сейчас находитесь, нет? Да, вы делаете всё, что хочет, это хозяин. Он вышел из вашей машины, незаконной торговец. Вы пришли ему помогать. А всё вы раздаёте мой товар. Это не ваш товар, это незаконная ёлка. Сотрудник полиции. Запрещалку тут включили. Выключите её лучше. И служите народу конце-то концов. А сотрудник полиции ничего не сможет сделать, потому что этот товар никому не принадлежит. Кому? У меня, это охрана, и мне есть. У вас нет ничего. Это ваша ёлка? Снимайте. Это ваша ёлка? Ложите на место и хватит провоцировать людей. Нет, это ваша ёлка. Вы меня слышите? Это ваша ёлка? Всё. Посмотрите, у нас сотрудник полиции защищает незаконные ёлки. Это не ёлка. Здоровье не осуществляется. Всё. Класс. Давайте скандал провоцировать. Класс. Вообще. Слушайте, вообще... Я же понимаю, что вы за рейтинги боретесь. Ну, с таким образом. Рейтинги оценят. Рейтинги оценят идей своему воючему 15-му отделу полиции, который продал всю жизнь. Абсолютно. Понимаете? Давайте провоцировать людей. Да не надо никого провоцировать. Нужно выполнять работу твою. Давайте провоцировать людей. Скандал. Ну, какой скандал? Который вы здесь устроили. Какой скандал? Вы 7 дней осуществляете крышевание незаконных ёлочных базаров в районе и рассказываете сказки. Ну, вот так. Значит, вы видели чётко и ясно, как сотрудник правоохранительных органов защищает незаконную ёлочный базар здесь и не даёт вынести круглогабаритный муждер на помойку. И мы это всё прекрасно понимаем. Чётко и ясно. Звоним в УМВД Калининского района и сообщаем, что их сотрудник... Но вам это мущество принадлежит. ...поморозит. По-другому абсолютно не сказать. Он в открытую. Абсолютно осуществляет... Так от чего вы защищаете? Пускай он защищает сам самостоятельно. Он защищает сам самостоятельно. В прямом. Если это его имущество, пускай выходит из машины, защищает. Вы-то здесь при чём? Вы-то здесь при чём? Значит, я здесь при чём? Вы-то здесь при чём? К это имущество никакого отношения вы не имеете, правильно? Ну, так же, как и вы, абсолютно. А я и не трогаю. Так ваш представитель трогает. Какой мой представитель? Я не знаю, кто он. С чего взяли, что он мой представитель? Я знаю. Этот представитель всегда у всех берёт денег. С чего взяли, что это мой представитель? Женщик. Он что-то и дело. А у вас есть доказательства этому? Есть запись. Если у вас есть доказательства того, что человеку заплатили деньги, предоставьте эти доказательства. Вот оно зафиксировано на видео. Точно так же, где ему заплатили. Где ему честно дают деньги. Нет, подождите. Причем сейчас деньги? Не надо заниматься пустословством тогда. Есть доказательства о оскорблении личности. Какое? В смысле, какое? Где личность? Видео зафиксировано. Личность вот сидит сейчас. Если быть личным человеком, я как раз скажу, это не личность. Слышите, в правом законе эта личность должна написать заявление. Конечно, мы сейчас это не напишем заявление. Мы сейчас, когда напишут, будет другой разговор. Никакой. Я его даже не трогаю. Так вот, вас, молодой человек, его трогает. В смысле, мой. Вы пришли, пожалуй, поддоровались. Что дальше? Я не имею права здороваться с человеком, что ли? Зафиксировано. И все фиксируют, как сотрудник полиции бездействует. Была задержана. Вы уходите, опокойтесь. Я спокойно и абсолютно как мама. Мы сейчас разберемся во всем. Замечательно. Особенно вот господин Раул, который является организатором незаконной торговли и не имеет никаких документов. Что ты врешь, пляж? Не вступайте в диалог. Документы у тебя есть. Убирайте елки, так как они тут незаконны. То есть вы даете совершенно спокойно незаконным торговцам забрать их елки. Вместо того, чтобы на основании статьи 27.10 вы обязаны эти елки, как орудие административного правонарушения, изъять. Но вот этот вот гражданин даже руками, сотрудник полиции, хватается и защищает елки Рауха. Все это записано. Этот позор, который происходит здесь, на территории района. Сотрудник полиции, можно, пожалуйста, не курить с рядом не курящими людьми? Какой курить? Друзья мои, вот реально, абсолютно сегодня происходит абсолютно открытое покрывательство незаконной торговли. Вышивые должностные лицами УМВД и Калининского района. Абсолютно осуществляется. Да, подполковник, я под... Наглец такой, а! Повторюсь еще раз, все, что здесь происходит... Саша, а ты можешь пояснить, кто это вообще? Это господин Куликов представился, ответственный по району подполковник. Он, или полковник, простите, пожалуйста. Полковник Куликов, который четко и ясно сказал, что он будет разбираться. Вот машина незаконных торговцев приехала... А, ну тогда полковник Куликов прославится на тоже на весь интернет. Друзья мои, особо хочется отметить, что именно эта газель, мы сегодня начали свои прямые эфиры. Стояние... Стояние, брэн, незаконные торговые точки, где у нас будет раунд. Совершенно это исполнено, телё по машине дают, друзья мои, вы говорите, сейчас эти незаконные ёлки, и эти незаконные торговцы... Выберёвый за ёлок, Вы зам Ковалева, как я понимаю, да? Неплохо зарабатывает сотрудники полиции. Ковалев уже не работает в 15-м отделе, да? В замши ходят. И сумочки тоже дорогущие. Я в этом году 82-й отдел полиции, торговля бухтевым, я перед ним велась. Прямо перед ним. Две видеотрансляции, все, убрали. Чизнь, друзья мои, удалась. Хотите вести незаконный бизнес, welcome to Калининский район, МВД Калининского района. Поддержим, друзья мои. Защитник, сотрудника полиции. Приехали сразу. Все, отреагировали, примели меры. Лучестоящая руководство приехало. Это во-первых. Во-вторых, здесь все являются гражданами России. Они зеленые, красные, голубые, господа. Не знаю, какие вы там говорите. Неправда, неправда. Абсолютно. Незаконная торговля в Калининском районе. Ну, зеленый паспорт. Вот Александр Виноградов, вот он. Продавцы на этой точке с зелеными паспортами. Господин Прикожин, я обращаюсь лично к вам. Вот это лучший тролль, возьмите его на работу. Возьмите. Вы будете ему платить законные 1100 рублей в день и тарелку супа. И он будет бегать за активистами и рассказывать всякую ерунду. Частью, мы законно зарабатываем. Да, да, да. Мы видим, как вы законно здесь зарабатываете на незаконном елочном блондаре. Давайте мы расскажем о том, как вы портите чужое имущество сейчас. Заливая его краской. Заливая его краской. Да, естественно. На которой есть документы. Где? Есть чехи, товарные накладные. Не надо нам рассказывать, не надо нам ничего рассказывать этого. Это все абсолютно бессмысленно. Крупногабаритный мусор валялся здесь, на дороге. Продавца при нас, что держала полиция. Продавец был с зеленым паспортом. Рассказывать нам ничего не надо. Кто вам это рассказал? То, что вы сейчас с вашим едем... Может, у него обложка была зеленая? Обложка? Это значит, что у него сейчас зеленый паспорт какой-то? Ну и что? Я не понимаю. У него на паспорте сейчас могла быть зеленая обложка. А когда он это сделал? Вот у нас идет трансляция, час пятьдесят. Знаете, когда он это сделал? Когда мы вот туда бежали, бежали. Я не знаю, что мы там делали. И передали своему коллеге ваш чудесный аппарат. Ну и что, а это и тысячи 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 тысячи. А на России, получается, где-то в России. Конечно, поэтому можно рубить елки незаконно и продавать незаконно. Богатая страна. Богатый и добрый русский народ. Ну что, допустим, мы просто кормим вам небольшой, да? Вот такого небольшого. Вот там законная торговая точка, которая заплатила налоги и аренду за земельный участок. А может быть, вы конкуренция? Нет, я вообще не занимаюсь торговой. Я являюсь членом общественного совета при комитете по развитию потребительных... Заложенное обвинение можно тоже стать и получить. А? Заложенное обвинение можно стать и получить. Я? Я готов. На все. Посмотрите, у нас незаконные вот здесь вот лица неславянской национальности, тоже, наверное, не имеющие, может быть, особо законной регистрации, но явно поднакивающие. Мы начали помечать елки желтой краской для того, чтобы сотрудники полиции не отдавали эти елки обратно. И вот из-за этого произошло нападение на Аллу Андрееву, похитительную ремушку, открытую комитетную сумочку у господина полковника. Да, я тоже приметил, кстати, замшевые ботиночки тоже. Очень дорогая сумочка, друзья мои. Очень дорогая сумочка. Маленькая зарплата у сотрудников полиции нынче. Поэтому адрес у гражданских 121. И не заканчивается. И почему-то вот не заканчивается и не заканчивается. И не заканчивается.